Welcome, welcome, welcome. Ну что ж, в World Elite ничего не остается, как идти в Аббанк. 2-0 они проигрывают. И знаете, что они делают? Заменяют Бенчика. Бен уходит. За место него выходит Зеро. Напоминаю, что именно Зеро команда World Elite одержала победу против команды СКТ. Именно Зеро. Он играл уже на этом чемпионате одну игру. Против СКТ сыграл Пикл Зайру, если я правильно помню. Но Зайра так и так здесь банится G2-шниками все матчи подряд. Так что очень странно, если они сейчас ее вдруг не забанят. А что касается команды G2, то английские комментаторы сейчас интересную статистику историческую выявили. И G2 в своей истории ни разу еще не выигрывали ни одну команду со счетом 3-0 в Best of 5. 3-1, 3-2. Проигрывают там 0-3, проигрывают 2-3, 3-2. Но чтобы выиграть 3-0, такого еще ни разу не было. Это как-никак. Ну вот Зайра забанена, Карма забанена, Лулу забанена. На красной стороне команда G2, кто не заметил, Олаф бан. Ну что ж, может стоило топперы заменить. Ну я думаю, паракледов выпускать, потому что... Ну как-то долго, долго они в стоиле держат Скарла. Пора бы уже его и выпустить. Что с ними будет через секунду? Они рвутся, делают прогнозы. Просто не давать Рамбла не Рамблу Мэйну. Да, кстати, про это тоже много сейчас в перерыве говорилось. Как раз говорилось о том, что хоть Лисин и сыграл хреново от Конди, но Лисин от Конди на этом чемпионате был 3-0, теперь стал 3-1. Шиэ на этом чемпионате был 3-0, теперь стал 3-1. Мистик на этом чемпионате на Аше был 4-1, стал теперь 4-2. То есть, по сути, World Elite это пикнули хороших чемпионов. Единственное, что они не пикнули, это нормального топера. И взяли Рамбла не Рамблу Мэйнеру. И он хоть и выиграл линию по фарму, хоть и поддавливал Галлио, но по сути 2-3 ковролина кинул за игру в игроков. Все остальное это просто мимо, либо вообще непродуманно. Типа кидает на отступление, а на самом деле они в тебя влетают. Кидаешь под себя, а в итоге только ходишь под себя. Ну, не годится такие Рамблы. Ну что ж, пока Лисина взяли, и к этому Лисину добавляет Кагмауа. Судя по всему, это будет у нас сетап через нами. Да, нами тут же пикается, потому что больше других саппортов не осталось. И если они сейчас нами бы не забрали, скорее всего, это был бы бан просто нами. В следующей ротации нам показывают Блица, но вряд ли мы его увидим. Еще английские комментаторы сделали предположение. То же самое, что и я. Трику надо просто забанить Олафа. Трик на этом чемпионате отвратителен был на Грейвсе, отвратителен был на Лисине. Он только вот Олафа хорошо показал и Нуну показал. Но под Нуну надо специфичный сетап делать. И Нуну проигрывает Лисину, это очевидно. Поэтому бояться не стоит. Просто баним Олафа и ему ничего не останется. Трику, как играть на Грейвсе, что он и сделал. Ну и у нас Митя на своем мейне. Ну, на одном из своих мейнов. В общем, предпочтительный чемпион для Митика. Трэш. Кейтлин для Звена тоже, кстати, один из его мейнов. Ну и поглядим, что будет у нас дальше. 2-0 счетик. Пока что ничего меняться не будет. По пику я пока определить не могу. Имею в виду, что кто победит. Там вроде бы сетап идет через защиту Кагмава. С расчетом, может быть, взять как раз того самого Кледа с ускорением. И к этому Кледу ускорение добавить еще какого-нибудь чемпиона. Ну, я бы Кледа на самом деле банил. Они вот решили забанить Лебланк и Люциана. Это типа чемпионы, которые ломали лица в руках ШиЕ своим врагам. И они решили от них избавиться. Но с Люцианом-то вы уже справились. Но, правда, теперь Люциан был бы в комбинации с Кагмавом. Это не так все просто. И забирают Галю сразу же себе G2-шники. А если они возьмут Фио... А, Фио Розабанин. Они не возьмут ее. А Клед я не уверен, что он побеждает Галю. Учитывая, что там таунты есть, прыжки. Да, я тоже видел это. Там написал один пользователь, что... Видел он как... Найт Блу со своими друзьями взяли комбинацию Трэш Блиц, Наут, Рамбл, Скарнер. Да, это... Хукер Тим, как он его назвал. Команда хукеров. Ну, хукер... Там была каламбур, потому что, кто не знает, хукер по-английски это проститутка. Поэтому так и есть. Хукер Тим. У нас Джейс на миде появился. Типа хочет ограничить Перкса. Вот мне совершенно не нравится, как World Elite в открытую, просто в открытую, извините, ребят, пикает мусор на мид. Нельзя против Перкса такое делать. Нельзя в открытую против лучшего медлейнера Европы, лучшего медлейнера этого чемпионата, по моему мнению, и по мнению даже многих статистик, так в наглую просто пикать. В первой игре пикнул Люциана. Насосали. Во второй игре пикнули просто сетап какой-то. Проиграли. Ну, а теперь все. Снова подставляйтесь. Ну, правда, там не самый лучший чемпион был взят. Он по комбинации-то подходит у нас, Арька от Перкса. Но я не уверен, что она побеждает Джейса уж так хорошо. Правда, команда World Elite упирается опять в один тип урона, и эта Арька, у нее, видимо, цель одна, убивать Кагмава в этой игре. Вместе с Галлио убивать Кагмава. Что за жесть в ладони было у комментаторов? Чисто не знаю, я не подслушивал. Может, сегодня день какой-то? День острых ладоней? День потные ладошки? А на чем мейнит Перкс, кроме Синдры? Вот это и есть вопрос. Я говорил вам, ребят, уже. Перкс это как раз уникальный игрок, как Power of Evil в свое время. Ну, Power of Evil и сейчас вроде бы есть, но его уровень очень сильной игры упал. Поэтому Перкса я сравниваю с Экспеки. Вот реально с Экспеки. Он играет на всем. То есть у него любимые чемпионы это Ассасины. Но он может также и контроль магов поиграть, может также и хардкерри магов поиграть, типа Райза, Кассиопея, Влада. Его не перебанить. Поэтому его лучше контрпикать, либо просто давать ему неудобных чемпионов по сетапу. Ну, здесь вторую игру подряд почти, что Перкс получает легчайшую линию для себя. И не знаю. Пожимает всегда во время драфта. Что за мешок, который поджимает? А, ну это мешок, чтобы пот удалять из рук. Ну, типа тряпочки просто. Успокойся. Успокойся. Конди лучший игрок мира. Нет, Конди даже близко не лучший игрок мира. У команды World Elite вообще проблема с лучшими игроками мира. Суть в том, что их игроки все среднички. Ну, эти среднички с лихой будут выигрывать... Кстати говоря, Варлорд Звен взял на Кейтлин. Что любопытно. Мы вот вчера это обсуждали. Что на Кейтлин надо брать, Варлорд, либо Фервор. Фервор брался в 7.1 и выше очень долго в приоритете. Сейчас 50 на 50 берется Варлорд, берется Фервор. А в первой игре Мистик играл с Фервором. Если я правильно помню. А вот Звен взял у нас Варлорд. Это я по мастерочкам сейчас пробегаюсь. Ну, а все остальные мастерки, тут не на что смотреть, если честно. Все как обычно. Все как обычно. Ну, да, ну, комментаторы сейчас как раз про это. Вот нам все и рассказывают, что у G2 идеально получилась эта серия Best of 5. Дело в том, что первая игра для них получилась так, что они смогли сделать контрпик на миде. Во второй игре Варлд Элита не воспользовалась возможностью взять контрпик против Перкса. И в третьей игре опять Перкс может сделать контрпик, но он решил взять просто свободную линию. Лисин есть, конечно, который может ему помешать жить, но Грэйс будет заниматься тем, чтобы не дать в обиду своего Перкса. И Перкс вполне может здесь надамажить. Не забывайте, что нет никакого крауд-контрола у команды Варлд Элит. У них есть Лисин, пихающий ногой, есть Шент с Таунтом, есть Нами с Баблом, но это все не то. Там Ари будет прыгать туда-обратно. Вы понимаете, да, что будет в лейт-гейме? Ари будет туда-обратно прыгать. И Кейтлин будет стрелять еще. Там нельзя будет упускать этот момент. Грэйвс будет делать врывы. В общем, лейт я отдаю за команды G2, но не сильно. Где-то 60% на 40%. Этот жест руками подсказывает это китайское приветствие и прощание. Да не трулят. Понятно. У нас здесь, кстати, второй левел апнули. Митя пошел, дает ешечку. Вот он, вот тот самый момент, про который я говорил. Хук, ну, не получилось. Трик подошел. Честно, Митя чуть-чуть рано и начал. Но, по крайней мере, Митя потратил один игнайт. Сняли они два флэша и... А, хилл не сняли. Два флэша за один игнайт. Игнайт откатится раньше, чем флэш. И, следовательно, можно будет это повторить. Это вот тот момент, то, что Лисин должен был сделать от Конди во второй игре. Прийти на бот и помочь Аше с трэшом сделать киллы на боте. 60 на 40, это же много. Ну, не так много. То есть, это, по сути, коинфлип все тот же. Так что, кому чуть больше повезет на драконов, кому чуть больше повезет, там, кто-то где-то ошибется. Хороший хук тут, Митика ловит. Сразу же ставится ловушка. Притяжечка в эту ловушку, Мистик будет залезать? Нет, он зализывает свои раны уже под вышкой и уходит туда в сторону. Лисин тут рядом, чтобы помешать, но... Кейтлин развлекается пока в этой игре. Митя хорошую позицию занял. Обратите внимание, где находится сейчас Митя, когда Кейтлин подпушивает. Он не стоит рядом и не пытается автоатаками харассить. Он занимает позицию, чтобы вытягивать из беды своего Звена, если в него будет кидать бабл, либо выскочит Лисин. А Трик, скорее всего, сейчас прочистит трубы, прочистит свой красный лес и пойдет снова на бот-лейн. Пять минут, довольно большой период времени, за который можно повторить этот ганг. Если ганг этот, конечно, он не повторит, ему, ну, даем по попке, потому что, ну, так нельзя. Снимать саму Нерспелла и не пользоваться этим. Ну да, все, он делает бэк, посмотрите, как он все идеально продумал. И сразу же бежит вниз. Лисин должен сейчас любой ценой убить Шишку, потратить просветку и при этом забрать еще Краба, но Лисину все нипочем. Он, его не интересует эта игра. Тут у нас Шиер цепляется в Брэкс и пытается его убить. Брэкс пытается увернуться от Кухана, получает Кухан большой в лицо, но при этом тратит экзост, чтобы не флешнулся за ним Шиер и не добил его с автоатаки. Может быть, даже стоило не тратить экзост, а позволит Шиер флешнуться, а только потом кинуть на него экзост. Ну, Конди не успел уже, ребят, хотя там все равно, ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет 3 на 3 сражение, но мы его не успеем посмотреть, потому что сначала убьют Зеро, подходит сюда Лисин, кстати говоря, перефлешивается, пытается убить Зеро, убивает его Кейтлин, переключается на Кондика, ставит ловушки, ну а там Хук трэша когда? Никогда, очень не скоро. И Ферст Блат уходит за командой G2. Трик за эту неделю, ну, немножко стал лучше играть, может быть, обсудили, что, где, когда, и это хорошо. Ну, серьезно, трубочист, трик. Ну, я имею в виду, что целая неделя было времени обсудить, где были ошибки, как надо, что исправить, и, возможно, как раз G2-шники до этого дошли. Трик ставит пинг, знает, что здесь все не в беде, ну и минус Зеро, потому что в него именно Хук попал. Кстати говоря, Игнает еще не откатился к этому моменту, теперь еще есть Игнает, и все еще нет флешей у Мистика и нами. Теоретически, можно еще раз это повторить, и Трик, как мне кажется, не против. Он пока находится в синем лесу, вот вопрос только о том, успеют ли они. Паркс у нас тут сбегал вниз, но только чтобы поставить вартовый, шея не попадает с пальчиками. Джейс играется с Штормрайдером. У Джейса два варианта, даже, наверное, три варианта. Один с Тандерлордом, это на топе очень любили играть. Для Эрли Сноубула делаешь килл на всяком Рамбле, Кеноне, и после этого с этим Тандерлордом, ну, просто не даешь человеку нормальной жетухи. Трик тут увидел Конди, понимаешь, не успел он в свой лес вернуться. Ну, так вот, расскажу. Следующий вариант, это сплитпушащий. Это вариант, когда ты играешь с Фервором. Ты не убиваешь вначале, но зато всю игру будешь пушить, 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 и с Фервором у тебя все будет получаться. Его тоже редко сейчас играют. Но самый распространенный на данный момент, это Штормрайдер, связанный с тем, что Фервор был ослаблен немножко, а Тандерлорд, это, ну, чистый ол-ин, ну, получится, не получится. Просто если не получится, это провал. Хм, я сейчас вдруг задумался, можно же Квину тоже со Штормрайдером на топе играть. Хотя я к этому буду долго слишком привыкать. Ой, как тут ловят Шиешника. Это минус Шие, он отфлешивается, чтобы увернуться от спеллов, но это было слишком. И Шен не ультанул на него, и вправду была Шеновская ульта. Но, происходит, здесь Конди попадает в Чарм, и Перекс сейчас увернется от кушки, а даже и не надо. Не пытается Конди даже за ним гоняться, просто решил зафармить этих мопсов. Перекс возвращается, дает кушку, забирает последнего мопса. И победителем уходит с этой линии. Один на один он сделал килл, вынужден Шиебл сейчас купить себе Магреску. Они не тильтуют, они не подготовились адекватно. Но для них, по-моему, вот этот вот Олаф стал просто смертью. Они не ожидали Олафа, просто они не знали, что делать против трика на Олафе. В этой игре еще игра-то не проиграна, не забывайте об этом. И просто Шиен, да, согласен, возможно, у него уже тильт начался от того, что происходит. Но вот Олаф просто сломал им всю игру. Тут у нас Митя выходит, у Митя нет флэша, он кидает хук, попадает в бабл, будет ли притягиваться, нет, отпускает в ловушку, становится зеро. И такие байты там были от команды World Elite, но Лисин так и не увидел здесь врыва на ботлейне. Ну, а Трик тогда решил вернуться, пофармиться немножко. Лисин я читал, что ли, Лисином. Типа, ну, вообще в этом идея была. Опа, как ловит, здесь хорошо зарожденько, но ему здесь, наверное, уже не уйти. И много очень урона, Звена подтягивает, но там, кстати, очень хорошая идет Шеновская ульта, спасает его. Пошел телепорт, чтобы остановить инициацию. Экспект сюда не долетает, идет Грейвса ульта, но не долетает в забор, она стукается, и все. Но Экспект отменил свой телепорт, телепорт у него откатится очень скоро, ну и просто подпушил топ-лейн и забил в Перкса. Сейчас будет ол-ин делать, но он успевает чарм дать по шее, выровнялся, по сути, даже сразу же по урону. Идет ол-ин, но у Перкса-то прыжки есть. Ай, кушку не попал. Ну, после не попавшей кушки надо отходить, да. Он сразу же упрыгал очень далеко. Решил еще по пути поворовать немножко здесь мопцов. У Трика. Трик заберет, мол, у меня на линии, а я здесь заберу. А Трик, кстати, не пошел туда. Ну, вынужден реколиться. Перкс, понятно, он тут немножко по скиллшотикам проиграл. Ну и не забывайте, что там Магрес прикупил себе шее, а Перкс, по сути, ничего себе на защиту не брал. Он в наглую идет у нас в Морелку, игнорируя любой урон, который в него входит. Хотя, теоретически, здесь очень много армора, можно спокойно собирать. Ну, вот посмотрим, насколько Галлио будет танковый в лейтгейме. Мы с вами видели уже, вроде бы, Галлио в лейтгейме. Не, это был наутилус в лейтгейме на этом чемпионате. Показывает нам мистика, статистику групповой стадии лучшей адекерии по статистике КСов, по статистике КДА. По урону на втором месте, 28,2 на первом Бэнк, по-моему, был, да. И Килл Партиципэйшн тоже на первом месте среди адекерии. Странно. Что-то я не понял. Они какую-то ложь нам пишут. А где Звен? Почему Звена нет 100%? Он должен был быть на втором месте. Что-то я не въезжаю. Почему 71 там было написано? Это первое место. Мне и до этого-то статистика Пэркса тоже не особо понравилась, потому что вчера они нам показывают, что фейкер по статистике среди адекерии... Ладно, подождите. Он здесь попытается убить Шиэ. Дико классно отыгрывает сейчас Пэркс. Этот килл должен получиться. Пэркса отфлэшивается и не добивает. Не добивает, кстати говоря, Трик. Не доделает финальную автоатаку. Испугался немножко Пэркс. Я отскочил на флэше назад, хотя мог, мне кажется, дальше продолжать добивать. Часть показателей, наверное, относительно команды. Ну, может быть, да, потому что не совсем понимаю, как они здесь это выцеливают. Потому что вчера нам показали статистику фейкера, и она была 1-1-1, то есть 4 места первых. Сегодня показывают статистику Пэркса 1-1-1-1 и одно только второе место по дэмэджу. Ну, убежал тут классно очень Джейс, но не забывайте, что у него был хекс-дринкер. Трик не мог дать автоатаку, но при этом G2-шники все равно сломали вышку. Пока мы там на статистику отыгрывались, рассказывали про статистику. Вышечку-то на меде сломала команда G2, так что у них все в ажуре. Ну, а Шен пока используется никак. 13 минут. Единственное использование Шена было для спасения. Так обычно его использовать нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас на варде стоит Конди. Он должен был увидеть, он это... Пошли клики, кто-то из команды это заметил, и говорит, что здесь стоял вар только что. Вот эти моментики иногда срабатывают. Ставится вард. Кушка хорошая такая. Это Кейтлин. Если Лисин там стоит, у него бы попало, звук издался бы. Ну, и Кейтлин сразу бы это поняла. А это же русская Кейтлин, да, скинец? Та самая. Партизанка, которая. И как она там называется, этот скин? Ария у нас вроде вообще стандартная, без скинца. Кстати, не обращаю тут сейчас внимания, кто на каком скинце играет. Ну, вот Галли, он, например, на скине играет. Шен у нас Хирург. Лисин у нас Тайчили, как он там назывался. Грейвс, скорее всего, стандартный. Чаще всего берут Грейвса стандартного на чемпионатах. Не знаю уж с чем это связано. Врывчик здесь идет от Шие по Пэрксу. Пэркс очень сильно пострадал. А тут у нас Трика ловит. Правда, Трик будет не один. На него прилетит Галлио. Но пока Галлио приземлился, уже Шен сюда прилетел и спас Кондика от этой смерти. И Экспекту теперь проблем. Он пытается упрыгать, но пока не тратит флэш. Дожидается, когда в него кушку даст Конди. Конди дает кушку. Только тогда отфлэшивается Экспект. Но флэшится за ним Шен и добивает его. 2-2 становится счет. Ворлд Лето начинает брать свое. Мидгейм у них в этой игре тоже есть. Не забывайте. Это вам и Джейс, который может побеждать Ари. Ари еще у нас обнаглел. Я уже на это обращал внимание. Не купил Армгуард. Ничего не купила на защиту. И поэтому она страдает. Лисен, который не хуже Грейса в этой стадии игры. А учитывая, что Конди вроде бы по механике и по пониманию чуть-чуть лучше Трика играет. Вообще всю серию. Просто Трик на дисбалансе Оловском-то. Русская в ушанке с Калашом. А это просто гангстерка. Ясно. Трика здесь увидели. Он решил отступать. Не попал три спела. Ну да, тут Трик вообще ничего не попал, если честно. Там комментаторы смеются про то, ну как много у Грейса урона. Хотя он даже не попал спеллами. То есть он реально не попал. Из четырех спеллов он попал только двумя. Ой, как тут Паркс не смог чермануть. Ну там нами его подкинуло, немножко сбило. А пока мы смотрим повтор, у нас ротация произошла по карте. В World Elite остались на боте ломать вышку и сломать еще при этом Дрейка умудрились. А команда G2 сломали топ-лейн. Ну и заберут сейчас синие бафы. Обменяются, скорее всего, обе команды синими бафами. Ну, дракон, конечно, может быть и бесполезный в данном случае. Там, кстати, ловит Галлио. Его Галлио впихивают ногой, но он в этот момент дает ешку и никуда не летит. Серьезно, это так работает? Видели? Вот этого я и не знал. Но, правда, его все равно убивают, потому что сюда подходит мистик. Забирает килл, а Шен у нас все еще стоит, его никто не трогает. А, ну потому что Звен уже сюда пришел. Но это интересно было. Лисин пихает тебя ногой, а ты на Галлио даешь в этот момент ешку. Ты никуда не летишь, остаешься просто там, где был. Прекс подпушил у нас мид и смещается на Шена. Возможно, Трик вместе с этим игроком сейчас пойдет убивать у нас Шенчика. Шену уже надо бежать. Он пока не боится. У него там есть варды за спиной, а дальше он не пропушивает линию, видимо, просто подфриживает. Тем более, что у него есть перед визаж, он вполне может не торопиться с пушем. Он все, добил последних мопсов, запушил, посмотрел, что Ари осталась на миде, ну и тогда можно пройти дальше вперед. Но еще стоянется 3-2, ребят. Сегодня Россия вроде бы тоже 2-0 вела. Вроде бы тоже все было хорошо, но канадцы победили в хоккее. Как бы G2 тоже не посчитали, что все уже хорошо, и 2-0 это... Одну уж карту мы возьмем. Одну карту надо брать здесь и сейчас, а не потом возьмем. Потому что так можно на чистый реверс-свейп нарваться. Сейчас они явно на дезморале. Мы видели, как неудачно Шея отыграл. Вот эта вот замена, конечно, Zero, она больше нужна была не для того, чтобы обвинить во всем Бена и сказать, что Бен виноват, Бен плохой. Это скорее, чтобы поменять атмосферу в коллективе. Вы просто рефрешите, по сути, атмосферу всю эту, обнубляете отношения в команде. Новый игрок. Все конфликты головные закрываются, и вы играете с новым игроком по-новому, хотя он по скиллу ничем не отличается. Но уже лучше. И вот World Elite с холодной головой, так сказать, на этот матч вышли. И Лисин тут вроде бы даже заиграл. Да и Ботлэйн не худшим образом отыграл. О, как классно! Шея вернулась. Это минус Перкс, ребят. Или нет? О, как было близко! И Шен сюда тоже прилетел. Экспект сможет ли убежать? Да, сможет. Но Перксу, может, пора уже Жоню начать собирать? Перкс категорически не хочет ее делать. Он даже ботинки себе в Ninja Tab не превращает. Переходит сейчас в Уденсека, но... Чудом он остался в живых. Шея шикарно увернулся от прокаста Перкса, после чего под Штурмрайдером за ним погнался. Через флэш ворвался. И во время своего флэша Перкс нажал флэш туда. Запустили групповую динамику. Да-да-да. Ой-ой-ой, Кондика есть нога. Он пихает ногой Лисин. Не того выбирает, мне кажется, в качестве цели. Митти остается в живых. В итоге пробегает он к Шену и погибает. Да, ну ладно, зато у нас Трик еще жив. Пытается убить там Мистика Экспект, который прилетел. Минус Мистика, Кагмав очень быстро умер. И тут подходит Перкс, который попадает Чармом, но у него нет ульты. И это килл в... килл... Не, килл в 2 килла. Убили Кагмава, но потеряли танка своего. Ну и второго танка. Это Миттио. Не самым лучшим все же образом прошло эту файт. О, еще и здесь Майт Войну в кои-то веки выигрывает Рик. Минусышка на топе. За это время пропушит очень сильно мидлейн у нас Перкс, но сломать его не сможет. Просто побьет немножко вышку. А по вышкам у нас счет выравнивается, и игра абсолютно равной становится. Давайте смотреть, как упустили. Не было вижено у команды G2. Они слишком увлечены были этим сражением Перкса. Обдумывали все еще последствия его происхождения. А тут у нас на кондика вышли, и нам повтор решили отключить. Перкс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перкс сейчас, конечно, сыграл не очень удачно. Но это килл в килл, ребят, все равно ушла. Киллинг спри у нас стал шен, да? Все верно. Мистик хотел было еще повоевать, потом понял, что на своей собаке он до тут не добежит, и решил вернуться на линию дальше фармиться. Галлио тем временем вернулся на свой бот-лейн, запушивает он тоже вейвы. И Шену надо будет сейчас, скорее всего, реколиться идти вниз. Не, реколиться у нас Джейс, и пойдет он вниз. Шесть-четыре, килл в килл идет, ребята, ноздря в ноздрю, как говорится. Ну, а лейт, мне кажется, должен быть за командой Джи-2. Но я исходил из того, что там только одешный урон, как бы нами, как маф, там чуть-чуть мэджик дэмэджа. То есть Галлио сможет просто идти в фулл-армор, нинджа-табики, Джони, и вроде бы проблем не должно быть у команды Джи-2. И более того, Кейтлин может даже игнорировать практически Ласт Виспер. Если она Шена собирается не фокусить, у нее же все равно будет Хурикан, он уже, ну, точнее, он уже есть. Очко в очко идут. Не, это какая-то не та история уже, очко в очко ходить не стоит. Блин, смотришь на эту игру и понимаешь, что это совершенно другая игра, не та, где все раки и упыри. Все верно, все верно. Насмотришься вот таких вот игр, и потом не понимаешь, что в соло-ку творится, почему все тральбасят. У нас Трика впихивает прямо на волну, и минус 3х сразу же произошел. Галлио приземляется, но слишком поздно. Митик, скорее всего, тоже сейчас убьет. Звен пытается кайтить, но этого не хватает, потому что они потеряли уже одного игрока. Но Звен все же делает килец. Команда World Elite забирает четырех игроков команды Джи-2. И можно забирать на Нашора, потому что сторону ломать слишком долго, мопсов нету. Они идут на Нашора. Ари все еще жива. Но Ари без Игнайта особо не создаст опасности. Лисин у нас как бы мертвый, но играть с Майт Войну с Кушкой Ари, но это не совсем то. Давайте посмотрим. Паркс решил было подойти. Увидел, как всякое добро в него полетело. Вардов у него нет, и он тогда принимает решение. Отойду-ка я вообще нафиг, не буду давать скилл. Ну, трик на Грейвсе. Вот вам трик на Грейвсе и трик на Олафе. Попадается во все, что только можно. Не уворачивается дальше от скиллшотов, которые... В последующие за ним летят. И Паркс у нас сделал лол ин в Мистика, но попал тут же в... Намия, которая дала по нему прокаст, и он решил отскочить назад. Ой, опять ловят World Elite. Эту игру, по-моему, доводят уже до победы. Попали сейчас джедвашники, хотели забрать дракона. Маунтайн Дрейк им, конечно, не особо был нужен, но попытка не пытка. И под ускорением сейчас, идущим от Нами и идущим от Шие, их сейчас разбирает. Флэшивается дальше в Звен, а Звен пытается отбежать. Его замедляет, он делает один килл, но как мафф сверху зарабатывает уже второй килл. И счет у нас эйсовый нет, и Экспект остался в живых. Он смещался с топлейна, чтобы ультануть и спасти своих союзников. Но так и не было в этом никакого смысла. Но если джедва не смогут сейчас как-то остановить вот этот вот паровоз фидинга, который идет, то, скорее всего, это будет 2-1. И тут надо будет задуматься. Над банами. Что банить? Мне кажется, здесь нужно думать не тогда не над банами, а над альтернативой для Трика. Ну, не может он в Грейвсе. Вот как я вчера на стриме говорил, ну, есть такое. Ну, не может дабллифт в Кейтлин. Вот так и здесь. Ну, не может Трик в Грейвсе. Не получается у него. Ну, знаете, это ульта мимо всех. Просто, чтобы подпрыгнуть. Он вообще мог бежать в другую сторону, теоретически. Если бы он побежал в другую сторону, то есть из этого Трайбуша, сразу побежал вниз, он бы остался в живых. Ну, либо Звен остался бы в живых. А так они паровозиком все бежали в ту сторону и все, и попали. Кстати, в Перкс и попала Кушка Лизина, но он туда не полетел. И Перкс у нас здесь. Вот я его хвалил-хвалил в двух предыдущих играх. А в этой игре он тупанул и не собрал до сих пор Джоню, но при этом собрал Нинджа Таби. Ну, не знаю. По-моему, ему ничего не мешало за место Луденсека собирать Джоню изначально и потом добавлять себе Морелку и все. Сейчас бы были бы вот эти два предмета, но он бы был вообще бессмертный. Вряд ли бы погибал вообще хоть где-то. Просто в Урл Толита отбанили одного чемпиона и уже играет 5 в 4. Ну, так и есть. Даже бы, можно сказать, 6 в 4, потому что Трик, ну, на самом деле, кроме гангов на бутлайне, больше мы его не видели. Не, Звен, да, Звен всегда прилизан, он всегда использует гели. Геев для волос. Ну, есть геи для душа, а есть геи для волос. Так что он любит такое дело. 14-6 у нас счет. Минус 6К. Команда G2 проигрывает. И все потеряли вышки наружные. Сложновато будет сейчас дефендиться. Можно было бы дефендиться, если бы у вас была Ариана на миде, либо если бы у вас был лесник-танк. А получается, что ваш лесник, он и не танк, и не инициатор. Он просто дэмэдж-дилер. Значит, в вашей инициации должен заниматься кто-то другой. Ну, а трэш, он пока не особо попадает. Нами вообще законтрила трэша. Сразу же купила первым айтемом. Микаэль, два Блэк-кливера. Геллеропа. Да-да-да, Геллеропа. 14-6. Тут у нас 957. Кстати, на нем висит шатдаун. На лесине висит шатдаун. И если я правильно помню, как моря тоже убивали. Так что на нем тоже висит шатдаун. Гипотетически, команда G2, сыграв файт в эйс против World Elite, выиграет гораздо больше денег. Ну, то есть, если будет обоюдный эйс. А если будет просто разведение скилл в килл, то тоже их это будет устраивать. Они будут возвращать себе деньги назад. Плюс еще три вышки. Это еще 3000. Так что можно будет вернуться в игру. Прыгивает у нас Конди. Навар сразу же дает кушку по звену, но не попадает. Даже Шен нагибает. Да, но Шена, конечно, хреново будет сейчас убивать. Парня с Guardian Angel. Даже не смешно. Бэкс тильтует! Вот это болтеть, ребят. Он решил ворваться и убить Зеро. Но Зеро среагировал, отошел просто в сторону. В итоге Паркса сейчас таунтит. Он теряет очень много ХП. Его расстреливает Кагмаф. И команда G2 вынуждена просто бежать на фонтан. Мопцы еще не подошли. Они там застряли, но скоро подойдут. Успеют восстановить ХП от G2-шники к этому моменту? Вроде бы успеют. Но сражение все равно провести G2-шники не могут. Они потеряли только что Паркса инициацию. Хук цепляет. Сразу же был Микайль прожат. И с этой стороны уже Шэнт подтащил. Ловушек здесь нету. Звен только начинает их расставлять. Поддамаживает. Попадает в ловушку Шея. Звен поддамаживает дальше. И надо отступить немножечко. Хороший крит такой. На 1200 вошел Хук. Ну как так? Абсолютно мимо был кинут Хук. У Паркса почти откатилась ульта, кстати говоря. Всего каких-то 20 секунд. И он сможет снова попытаться ворваться в игроков. На эту сторону переходит. Здесь тоже нет ловушек. Не дают просто расставить ловушки Кейтлин. Она только-только начинает. Но смогли от этого Сиджа справиться. Вышли с базы. Звен теряет очень много ХП. И минус Паркс. Ему кидает фонарь. Он пытается на него нажать. Но в итоге не получается. Галлио прилетает, чтобы спасти своего игрока. Ну, здесь еще одна маленькая проблема. Ребята, английские комментаторы про это говорили. Экспект хоть и сыграл вроде бы неплохо на Галлио предыдущую игру. Но в регулярках это была первая игра. Флэштаун у нас от Шэна. Но он проваливается. Потому что у нас хороший дает гешку трэш. И сейчас надо хуком вытаскивать его. Нет, они решают не устраивать. Ол-ин, Джедвашники. И потеряв Паркс, остается живым. Так вот, я про Галлио хотел сказать. Галлио первый раз в регулярке, по сути, играет Экспект. Ни разу он его еще не играл. И даже английские комментаторы намекнули, что вроде как он и на своем аккаунте не играл. Пошли на Нашора. Какой бабл у нас проходит. Выпихивают Трика. Ну, все делается легко и непринужденно. И Нашора забирает себе Лисин. Ну, а Трик довольствуется только големами. Он тильтует Паркс в этой игре. Тильтует. Это, наверное, одна из самых худших от него игр. И даже при этом он все равно идет впереди по фарму. А так как команда вообще мало сделала киллов, он поучаствовал в трех из шести. Не так вроде и плохо. Если сравнивать вообще всю команду. Там Трик, который делает ровным счетом ничего. Трэш, который зачастую даже Хукита не попадает. И Галлио 1-4-1. А что делать? Да, и это все еще не Жоня, ребят. Следующим айтемом он собирает Войт Став. Связано это с тем, что слишком много Магреза появилось уже у команды Ворлд Элиты. Тут вам и Витцент на Кагмаве. Тут вам и Хекс Дринкер, дособранный уже в Маламортиус от Шиэ. Тут вам и Спирит Визаж с Гардиан Энджелом и Локет. С Нашором начали пушить 3-1 Ворлд Элита. Но, скорее всего, сейчас сместятся в одну какую-то сторону. Будет 4-1 делать. А Шен пусть с Галлио стоит. Ну и, конечно, отпушивать это очень тяжело. Ловушки расставил здесь Звен. Но, увидев все эти ловушки, я думаю, Ворлд Элита сейчас это поймет. И сместится просто на боковую линию. Нет? Решает здесь остаться? Хорош проказ дали. А, они к Шену идут. Там, да. Там уже подпушено. Туда можно идти. Там ловушек еще нет. Начинает Звен их расставлять. Но в этот момент Митю почти убивает Баблом Нами. Просто как она классно кидает Баблы. Зеро вообще шикарен, конечно, на Нами. Но тогда он был на Зайре. Жоня против Фулл Адэ Тимы для лохов. Увойд став и слил всех пацанов. Ну, стишки, ребят, рано еще. Пэркс догадается и купит. Ууу, какой кухан там полетел. Пол лица оторвал. Ловушки здесь уже закончились. Ну, они либо сами заканчиваются, либо их перепоставлять надо. И врыв идет Конди. Конди выпихивает Ари. Но Ари это не тот чемпион, которого надо было выпихивать. И, как мне кажется, это был сейчас провальный врыв от команды World Elite. Они сломают Ингибитор, но закончить на этом игру не смогут. А как бы убит Ингибитор на Миде, это вообще ничто. Это, по сути, лишний просто мобец, постоянно приходящий для Адекири оппонентов. Тут надо было Кейтлин выпихивать. Почему он пихнул Пэркса, я так и не понял. Он Пэркс, правда, там после этого чармом не попал. Очень таким критичным чармом, мне кажется. Если бы он попал, можно было бы даже вообще камбэкать в команде G2 этот файт. Он ворвался и промахнулся его. Но это уже другая история. Не видят друг друга Шиэ и Пэркс. Расстреливает Пэркс. О, извините, расстреливает Шиэ и Митю. Ну, а Пэркс вынужден теперь возвращаться к Шену. Но Шен здесь будет не один. Пошел к ухам, попадает Пэркса. Ну, вот единственное, что Жоня, она давала бы тебе флатова армора. И не так много урона бы получал Пэркс постоянно от этого паука Джейса. Пэркс не попадает в Зеро. Митя тоже, конечно, неудачно отыграл этот матч. Пэркс попадает Кушка. Через него можно сейчас в Зеро прыгать, но он решает. В Пэркс и Пэркс не попадает чармом, но таунт проходит. И еще один таунт проходит уже по 957-му. Он не смог дать нормальный урон. И можно продолжать погоню, если честно. Будет ли Экспект делать флэш таунт? Нет, просто делает флэш Ешку. И надо 957-го убивать. Забирает один шатдаун себе назад команда G2. Это то, о чем я и говорил. И это очень дорого стоило сейчас команде World Elite. Они не смогли сломать еще один ингибитор с этим Нашором. Они отдали шатдаун. И что самое главное, ну как я намекал. Мидлейн ничего как бы не дало им. То, что они убили мидлейн. Опять чармом не попадает Пэркс. И Конди опять все криво делает. Но чудом выживает. За счет намевской ульты. Хороший там еще хук был отметит, чтобы Зеро убить. Но еще флэши, флэши. Сплошные флэши были потрачены от World Elite. Да, они вроде бы сделали дайв. Даже идеальный Лисин танкует вместе с Шеном. Но не смогли найти возможность ворваться. Этот барон всего лишь 2000 им принес. По драконам, конечно, World Elite не заработала ничего для тимфайтов. Но очень хорошо может забирать Нашоров. И вот эти вот объекты, казалось бы. Звен тут красная бафта не высветит. А у Звена, ребят, уже тем временем Ласт Виспер есть. Фантом есть. Я, честно, не совсем понимаю, почему Звен выбирает Фантом Дэнсер вместо Рапитки на Кейтлин. У нас тут врыв. Экспекта чармом останавливают. И Митти опять теряет ХП на ровном месте. Как же раздражает Кагмаф, видимо, всю команду G2. Потому что вообще не получается до него добраться. Шен тем временем пушит. Жоня тут не нужна. Но Жоню он начал собирать, ребят. И не будем тут Хейт включать. Если бы была команда Virtus.pro, я бы тут Хейт включил с вопросом... Да и ладно, скажу так. За каким хреном сейчас и вправду уже Жоню собирать, когда Жоню надо было собирать с самого начала? То есть, видите, он сейчас купил Армгуард и уходит в Жоню. Это не означает, что она урон не добавляет. Она тоже добавляет урона, но просто как-то глуповато. Ну да, наверное, из-за этого, типа, из-за того, что надо именно Лесина или Бошена убивать. А по точечной цели больше урона будет наносить не Рапидка, а как раз Фантом Денсер. У нас вот через сплит продолжает World Elite играть. И они понимают, что не могут просиджить Кейтлин вместе. И поэтому делают вот все таким вот путем, немножко гейским. Им распличивают команду G2, не дают G2-шникам оказаться вместе, не дают воспользоваться Хуком. Постоянно бегает Джейс Смеда на топ и Таунд. Экспект у нас пытается прыгнуть в шее. Очень много урона вытанковывает, его пытаются убить, но он, может быть, даже останется в живых. Потому что Ари сейчас подойдет. Ари просто тратит ульту и нету теперь инициации у команды G2. Через... Ну да, ладно. Это тильт, ребят. Это тильт, думаю, Пэрксу сегодня больше не дадут Ари. Сейчас он сделал прыжок, свой третий, последний на ульте в Мистика. Видел, что не достал по рейнджу и все равно решил дать прокаст. Вместо того, чтобы тогда уж, ладно, еще и флешнуться наперед, дать экзост, прокаст прямо в лицо. И, возможно, даже убить Кагмава, пока три игрока на топе. Ну, а так он просто тильтует и не получается за Ари у него игра. Не пошла и все. Пэркс, да, просто на 3-2-2 играет в этой игре. Пошел телепорт, это минус Кейтлин сейчас будет. Она одна, ей никуда не убежать. Звэм пытается увернуться, пытается задоджить, но получится ли? Получается... Нет. Классный телепорт. Звэн только кивает головой. Не было никакого тимфайта, ребят. Не дали тимфайта сделать World Elite. Они просто все забирают. Ну, это правильно на самом деле. У них нету Инфернал Дрейков. И они знают, что сетап команды G2 чуть-чуть посильнее будет. И зачем нам рисковать? У нас сейчас есть Маунтэн Дрейки. Три Дрейка суммарные. Два из них Маунтэн Дрейка. Так давайте просто забирать все объекты по кругу. Забираем все по кругу. Не даем оппонентам провести файт. Пусть сами придумывают, как сделать инициацию за Галю. Фронтлайн Пагмав, да, идет вперед. И ничего не боится эта собака. У нас тут Экспект. Без флэша Митя не может выполнить. Ну, и Паркс из флэштаунта ловят. Минус он. Ну, и после этого, думаю, битвы уже не будет. 18-7. Ну, что ж, нас ждет продолжение. 2-1 счет. Как правильно говорили английские комментаторы, ни разу за свою карьеру команда G2 не выиграла ни одну команду 3-0. Убили там Лесина, но это было Га. Пытается убить Шиен, но он останется все равно в живых. И там можно тупо заканчивать. Хотя World Elite решила пострелять еще. Нет, там кто-то передумал и решил закончить все же игру. Не мучиться. World Elite могут сейчас повторить трюк канадцев сегодняшний. И сделать реверс-свейп. Они нашли ключевой подход. Поменяли саппорта. Появился у них нами чемпион. Нельзя теперь забанить всех чемпионов саппортовских. Точнее, можно. Но при этом останется еще что-то открытым. И, что самое главное, Трика отправили в свою команду. Он теперь стал их этим фидинг-ботом таким. Фидинг-бот Трик, который не делает ничего на Грейвсе. И без Грейвса он только на Олафе такое впечатление, что может играть. Ну, а мы идем на перерыв. Мы ждем следующую игру. Будет ли это 2-2 или 3-1 и Европа сможет таки пройти в финал MSI и встретиться с корейцами. И также факт, что вы потеряете на дескрип...